Медведь появился в районе профилактории около двух лет назад. Скорее всего, раньше он жил около Филипповского озера, но перебрался поближе к городу в поисках кормовой базы. Вероятно, его изгнали с привычного места более сильные сородичи. Этот медведь сейчас живет, по нашим данным, по работникам лесного хозяйства. Он живет, начиная от четвертой заставы, профилактории, бывший пионерлагерь Чайка, Серебряные ключи и вот наши экологические тропы, кто бывает сюда. Ну и дальше в сторону сада «Союз». Медведи всегда жили на территории нашего лесопарка. И не было ни одного случая нападения этого животного на человека. Уничтожить медведя по закону нельзя. Усыпить и вывезти с этой территории тоже бесполезно. На место одного зверя придет другой. Вы явно видите рядом, медведь смотрит на вас, вы на медведя. Что делать? Вы должны остановиться и затаить движение. Глаза медведю смотреть нельзя. Смотреть в его сторону и постарайтесь задом тихо отходить от этого медведя. И наблюдать, какие его действия. Скорее всего, медведь, увидев, что человек уходит, развернется и уйдет в лес. Но, тем не менее, это хищное животное, которое может напасть, если решит, что встречный человек представляет для него опасность. Таких случаев делают. Ложатся на землю, вниз лицом и притворяются, что человек мертвый. Он подойдет, посмотрит, понюхает. В лучшем случае он отойдет. Если у него это не устроит его, так он мусором завалит. Тебя завалит мусором для того, чтобы захоронить тебя на следующий случай, когда прийти. Ни в коем случае нельзя бежать, иначе зверь бросится догонять. Залезать на дерево тоже бесполезно. Особенно опасно встретить медведя во время прогулки с собакой. Своим лайм она может вызвать у животного агрессию и желание напасть. Примерно через месяц медведь ляжет спячку на всю зиму, и ходить в районе профилактории можно будет спокойно. Пока же не гуляйте в лесу в одиночку, только группой. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.